Ну, как обычно, у кого-то есть осознавание, какие-нибудь понимания? Да? Нет, сейчас я буду. Я не знаю, я даже не понимаю, почему он у меня идет. Я хочу жить, я хочу жить. Вот так. Значит, ты углубляешься в «я хочу жить». Так, есть. Еще? Я смогла подольше обняться с девушкой. Раньше я не пропускала. Не пропускала? Не пропускала. Супер. Еще? Я смог вспомнить свой страх. Какой? Страшный. Не будешь детализировать, да? Ну, я буду. Какой страх? Я сидел и пришел посмотреть в зеркало. И смотрю так, и начал с собой разговаривать в зеркало. Он говорит, ну, что ты сидишь с бородой. И включилась штука такая, которая переживала еще в детстве и в последующих моментах жизни. В детстве это проявлялось. Я ночью соскакивал просто, в ужасе, в панике, что-то творилось. Я не понимал, мне родители были в янхо и отправили, я дальше спал. На утро я не могу вспомнить. Ого. Ну, что? И как страх звучит? Хороший у тебя зал, Миша, с зеркалом. Тут все практикуют. Спасибо. Еще у кого-нибудь были осознавания? Понимания? Все? Есть? Сейчас, подожди. Я начала уже говорить, что у меня постоянно по жизни какая-то идет тоска по простому человеческому общению, по простой нежности, как бы, не почему. И как-то вот, когда я пытаюсь это выразить, оказывается, что от мужчин идет ответ как бы сексуальный обычно, а от женщин, ну, нормально как-то взаимно идет обмен. Хотя бывает, что тоже, ну, какой-то более сексуальный, что ли, подтекст получается. И я ощущаю, что я иногда этим даже как-то бравирую. Причем, при том, что мне это как бы, ну, чуждо, это как вот какая-то роль, которую я играю, и которая, ну, какая-то прикольная. Она вот такая, она что-то вот, ну, включает, заводит, что ли, и оно, это как вот раздвоение, оно мне все-таки как-то очень отчасти присуще. И если, допустим, ну, с мужчинами идет дальше взаимодействие, если оно все-таки переходит в сексуальный, я понимаю, что-то бывает, что вообще зачем, как бы, нафига ответова, хотела, что ли. Да, как бы, нет, зачастую совершенно не этого. И сейчас, вот, когда думаю, что, да, хочу нежность, хочу выражать нежность просто так, и получается, значит, что я не делаю этого просто так. Ну, вот, зачастую она является методом получить что-то от другого человека, как бы, втереться в доверие. Я очень легко вхожу в доверие к человеку, и, ну, легко иду на контакт, да, и получается, что, ну, потом уже как-то проще взаимодействовать, получается. И вот вроде и проще взаимодействовать, а бывает, что и манипулирую за живое, за девое. И как-то так это, что вроде бы и ценность, а вроде настолько как-то она искажена, что ли, у меня. Ну, она, может, просто склеена сексуальным влечением, что, ну, тебе надо осознавать, как она склеена. Вот я думала, вот, что, как будто знаешь, что, как с детства, что ли, что. Вот от мамы, допустим, от мамы нежности не было, и вот это вот, ну, вот тоже я не помню конкретных ситуаций, но мне кажется, что если я с чем-то, ну, вот, подходила, то она, она закрывается сразу же, вот, она закрывается. Папу тоже плохо помню, он умер достаточно рано, мне 9 лет было. И сейчас как будто я, вот, как будто, вот, недостойна нежности, что ли, и... Простой нежности, да. Простой нежности, да, что она действительно во взрослой жизни может быть склеена только с сексом, действительно с каким-то этим взаимодействием. У меня же тело, получается, тоже как-то включается, раз на меня включаются. Ну, да. И, как бы, у меня такой диссонанс всегда был. Ну... То есть обычную нежность по опыту с мамой ты понимаешь, что сложно получить просто так, да? Да, вообще никак. А, еще лучше вообще никак? Только через манипуляцию сексуальному. Или еще, по крайней мере, за живого человека это помочь, чтобы на что-то искреннее выйти в общении. Ага. И тогда, ну, тогда, если даже не нежность, то, по крайней мере, это какое-то искреннее взаимодействие. Тоже, получается, манипуляция вниманием, что ли? Ну, это то, что я говорила про нектар. Когда ты очень легко входишь в доверие к людям, и потом попытаешься получить то, что тебе необходимо, тем путем, которым ты можешь. Ты можешь полностью слепо к тому, что это живой человек. Да. Что у него тоже есть чувства, он тоже может испытывать боль точно такую же, которую ты испытала, когда мама закрылась. Так, ну, тут склейку надо смотреть. Нежность и сексуальное влечение. И плюс еще до того, что ты говоришь, что хотя бы на искренность пробить человека. То есть намерение выбить из человека искренность. Если уж не нежность, то хотя бы искренность. Так, хорошо. Это эти осознавания сейчас? Это осознавание сейчас, так? Ну, я с темой внимания как-то давненько уже столкнулась, что мне нужно внимания, что мне его не хватает, и что я его пытаюсь получить. Тогда на место. Спасибо. Нет, пока нет. Я просто хотел, я хочу сказать, что я хочу углубиться в состояние более глубоко. То есть я хочу вывести такие страшные вещи из себя, такие вообще, которые боюсь. Я практиковал депривацию сна задолго до этого. Мне кошмары снились. Но это, по-моему, только цветочки, только начало. Дальше будет интереснее. Если буду удерживаться в нежности и в радости. Просто хочу дальше, дальше вытаскивать из себя. Что? Не знаю, я не знаю. Не знаю, что. Пока не знаю. Может быть, это я и знаю. Может быть, я угроб. Хорошо. Спасибо. Ну, хорошо. Уставший эшелон. Отнюдь. Да. Иди сюда. Я вижу, например, если я вижу, что человеку плохо. Если я вижу, что человеку плохо. Например, он сидит. Ну, в конкретном случае я сижу. Это во время, когда я училась. С нами... В моей группе учился парень. И у него был такой депрессняк. Ну, или не депрессняк даже. Ну, да. Он постоянно ходил подавленный, замкнутый. Да, постоянный такой подавленный замкнутый. Так. Возможность... Ну, я предполагаю, что это возможно отражение меня. И я сидела рядом с ним. И я думала, я не могу ли ему ничем помочь. Я не знаю, как выразить. Как ему подойти. Я боялась как-то проявить какую-то заботу. Или даже не заботу. Я не знала, что сказать этому парню. Такого, чтобы он успокоился. Ну, я себя сдерживала постоянно. Я сдерживала... То, что вот я хотела, например... Не знаю, хотела сказать, чтобы как-то подбодрить человека. Но, тем не менее, я это все... Себе все сдерживала. Я не знала, чем помочь этому парню. Просто хотела поддержать. Да, хотела поддержать. То есть, я с одной стороны, я боялась... А зачем мне твоя помощь? Я боялась столкнуться... Мне не нужна твоя помощь. Какое понимание? Что мне не нужна помощь? Правда? Да, я отталкиваю помощь. Я и редко приня... Ну, было такое, да, сопротивление. То есть, человек протягивает мне руку помощи. Я вот вытащу тебя. Но я сопротивляюсь. Я сама уйду. Можно новые расстановки делать, да? Что ты тянешь руку? Ты же сама выйдешь. Да, я отказываю... Мне есть такое, что... Человек мне пытается помочь. Но я бывает, что... Я отказываюсь сама себе в помощь. Делаешь безвыходную ситуацию. То есть, я сама выбираю жить именно в той реальности, которую я создала себе. И когда меня пытаются вытащить из этого состояния, я этому сопротивляюсь. Ну, это как возможно сказать. Не-не-не, сама создала. Вот это мой мир. Не надо меня вытаскивать из моего мира. Все окей. У меня все хорошо. Все кому-нибудь другому помогите, да? Да-да. Я создала. Я здесь буду жить. Я здесь и помру. Не надо меня вытаскивать. Ну да, так все и происходит. Но когда мне бывает очень жутко, было одно такое жуткое состояние. Когда уже было состояние на грани суицида. То есть, да, я создала вокруг себя такую страшную реальность, где уже... То есть, ты сама несешь ответственность за это, но в то же время ты хочешь уже сбежать из этой реальности сама в другой мир. Но в то же время, как бы, идет такое сопротивление с одной стороны, что да, я могу выбрать, я могу сбежать. Но здесь остаются люди, которым тоже нужна помощь. Моя. И вот тут идет такая сила поднятия духа, да, что я вот все, я карабкаюсь, все, я не буду этого делать. И вот вроде бы я себя заставила жить в этот момент. Ну, то есть, теперь со своего опыта ты знаешь, как чувствуют себя те люди, которые отказываются от помощи, чтобы можно было реально уметь помогать. Но не вытаскивать, давай ей пошли. Ну да, у меня как раз вот... И я столкнулась с такой проблемой, что меня пытались вытаскивать. Да хватит, ты держишься за эту боль. Я говорю, сколько можно себя так вот... Перестань уже все, наслаждайся жизнью. Наслаждайся жизнью, веселись. И меня так это взбесило. Я так это взбесила. Я говорю, это примени лучше на себя. Ты, говорю, держишься за эту боль. Да так тебе вот. Лучше вот сам себе помоги. А вот гениально, кстати, да? Все связанное с помощью. Хорошо, тогда давай я буду продолжать дальше. Сейчас буду дальше в сознании еще. Как ты? Сейчас я абсолютно нормальная. Абсолютно нормальная? Нет, абсолютно никакого напряжения нет. А что есть? Расслабленность. Еще. Чувствую эмоции. Не знаю, я расслаблюсь с каждым эмоциям. Окей. Тогда ты можешь либо здесь посидеть, либо там, а я буду дальше. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...